Живое слово «Жизнь» под таким заголовком прошел семинар для студентов Ямальского многопрофильного колледжа. Его организатором выступила общественная организация «Женщины Ямала». А разговор получился серьезный. Говорили о проблемах молодых женщин, ранних беременностях и абортах. А еще о ценности семьи и счастье быть матерью. Дарья Смородова расскажет подробнее. Семья. Что может быть ценнее в этой жизни? В семье человек рождается, делает первые шаги, познает первые радости и огорчения. Из семьи уходит в большой мир, чтобы создать свою собственную ячейку общества. Пропаганда семьи, семейных ценностей, культура брачных отношений и нежелательная беременность стали главными темами семинара с учащимся колледжем. Что касается заключения браков, то Лабыт-Нанги находится на третьем месте среди других муниципалитетов округа. Зачастую молодежь выбирает свободные отношения или так называемый гражданский брак. Отсюда и возникает множество проблем. У них нет общих целей в жизни, в паре нет ответственности, доверия, а иногда даже и стабильности в отношениях. Молодежь порой забывает, что такое семья по-настоящему, а не игра в нее. Возможно, те европейские ценности, которые мы когда-то переняли, сейчас разрушают наши исконно русские семейные ценности. Потому что неважно, какая была в России, в каком сословии семья, она была крепкая и многодетная. Или это были дворяне, или это были крестьяне. Нужно обращаться к своим истокам, в первую очередь, и смотреть на нашу исконно русскую семью. Из чего она складывается? Конечно, это планируется мамой, папой, воспитательной функцией, школой и так далее. Создание крепкой семьи – это ежедневный труд, приносящий радость. Главное, пожалуй, уметь уступать, не провоцировать на конфликты. Именно так воспитали меня родители, говорит Зинаида Девяткова. В нашей семье, Коми Заряна, у нас у мамы было 11 детей. И мы все понимали, друг друга понимали, помогали, доверяли. И мамочка нас никогда не наказывала. Она, то есть мы уже как бы детьми, но мы понимали, что это был труд, было уважение к родителям и в родителе, уважение было к нам, детям. Говорили на семинаре и о половом воспитании несовершеннолетних, а также профилактике ранней беременности. В 2014 году в Лубетангах 2,5% несовершеннолетних девушек сделали аборты. В этом году цифра немного меньше – 1,8%. Но год еще не закончился. Статистика не радует. И причина таких последствий чаще всего легкомысленное и безответственное поведение молодых людей, а не незнание о мерах контрацепции. Поэтому количество абортов растет в том числе, потому что вся половая жизнь протекает, как правило, в состоянии алкогольного опьянения, когда не контролируется контрацепция. Вот в чем дело. Причина этому именно в распущенности молодежи. Специально для этого в Центре социального обслуживания населения разработана программа занятий «Шаг навстречу», которая включает в себя три блока – правовой, медицинский и психологический. С 2013 года в Центре появился набор эмбриональных модулей. Дотронься до жизни, позволяющей проводить наглядные занятия. Эмбрионы сделаны из высококачественного латекса. На ощупь они весьма реалистичны. И вес, и размер в зависимости от срока беременности. После таких занятий будущая мама явно задумается, отказываться ли от собственного ребенка. Я считаю, что семья – это большая ответственность, и поэтому нужно планировать ее заранее, все заранее продумывать, кто будет твоей половинкой, чтобы это было все, конечно, согласовано между собой. Ну и, конечно, возраст может и не зависит от этого, просто нужно, чтобы люди были готовы создать семью и ввести эту ответственность. Ну и также, если ребенок родился, я думаю, очень горько лишать его жизни. Поэтому я считаю, что чтобы при этом не произошло, нужно, чтобы ребенок жил дальше. А если совсем юная мама родила ребенка и осталась без поддержки близких, специалисты центра обязательно помогут в трудной ситуации. У нас есть специалисты, которые готовы помочь работать с семьей по принятию ребенка. У нас никто не отказывается от того, чтобы маленькую маму, так называемую, оставить одну. Организаторы встречи надеются, что после такой беседы юноши и девушки обязательно задумаются о смысле жизни и начнут ее создание крепкой и здоровой семьи. Дарья Самородова, Кирилл Сементьеев, программа «Время местное». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова